Если ты любитель Майнкрафта, если тебе нравятся мини-игры, Sky Wars, также прохождение различных интересных карт в Майнкрафте, монтаж и многое другое, всё это ты сможешь найти на канале Dark Royale. Заходи и подписывайся, у него действительно красочный и интересный канал. Как делишь, ребятишки? С вами снова Эдисон, и добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее в новую серию обзора новой версии Майнкрафт 1.10. Новые слепшоты продолжают выходить и также рассказывают нам, что же будет в новой версии Майнкрафта в будущем. И как вы знаете, я уже выпустил две серии с обзорами на эту версию. В первой серии, ребята, я сделал обзор на новых мобов, новые скелеты, новые зомби, полярные медведи и также новые яйца призыва мобов, которые раньше просто-напросто не существовали в Майнкрафте. Ребята, всё это мы рассмотрели в первой серии. Во второй серии мы рассмотрели, какие же изменения произошли в деревнях, что же поменялось, новые дорожки, новые деревни с новыми блоками, также новые вот эти дорожки земли, а не с гравия и многое другое, ребята. Также мы рассмотрели, что появилось в аду, какие новые блоки появились, новые секреты Майнкрафта и также, ребята, многое другое. Если вы не видели этой серии, то ссылочки на серии будут в описании, ребята, заходите и смотрите. Что мы будем рассматривать в этой серии? В этой серии мы будем рассматривать новые командные блоки, которые называются Structure Block. Это офигеть, как круто, ребята. Вы увидите, что это такое чуть позже, ребята. Перед этим я буду рад, если вы влепите большущий палец вверх. Вот такой, ребята, большущий палец вверх, потому что каждый ваш лайк для меня важен. Давайте, ребята, мы попробуем набрать 3000 лайков на вот этой серии, если вы хотите, чтобы я больше продолжал записывать информации о новой версии Майнкрафта, чтобы я для вас сделал новости, различные гайды, что и как делать и многое другое, ребята. Продолжал делать для вас обзоры. Я верю, ребята, в то, что мы сможем набрать 3000 лайков. Это, ребята, не так-то сложно. Поставить один лайк за одну секунду, это для меня важно, ребята, честное слово. Также можете подписаться на мой канал, потому что каждый подпишет для меня, как друг, рассказать об этом видео своим друзьям, сделать это в ВКонтакте и, конечно же, оставить свой комментарий. На самый интересный комментарий я буду отвечать. Также, ребята, пишите свое мнение о новой версии Майнкрафта. Итак, и знаете, что мы будем делать? В первую очередь, ребята, нам нужно выдать себе вот этот structure-блок, как он называется. Выдается он, в принципе, так же, как и командный блок, он выдается только с помощью команды. Вместо того, чтобы мы написали вот командный блок, мы, ребята, пишем structure. Вот с-т-р, и смотрите, что у нас выдается. Вот, ребята, structure-блок, как он называется. Структурный блок будем его называть, допустим, по-русски, да? Что это такое? У нас есть 4 различных типа блока. Это data-блок, это save-блок, который сохраняет, это load-блок, который загружает уже, да? И также у нас есть corner-блок. Вот он, ребята, я объясню, для чего эти все блоки нужны. Кто играет на серверах? Те все знают то, что вы можете приватить свои дома, да? Все знают, что это такое. Мы в чате пишем вант, нам выдается специальный топорик. Мы идем, выделяем одну сторону, выделяем другую сторону. У нас образуется вот такой какой-то кубик, да, который мы заприватим. Пишем там различные команды и приватим то, что нам нужно. Это, в принципе, то же самое. Только тут мы не будем ничего приватить. Мы тут будем сохранять целые города, целые мира и многое другое, ребята. Вы сейчас сможете переносить по строчку с одной карты на другую. Мы давно об этом мечтали в Майнкрафт. Вы можете скачать карту с каким-то гигантским городом, зайти, скопировать за одну секунду гигантский город, сохранить его, зайти в другую карту и вставить его в другую карту. Это офигеть, как круто, ребята. Вот об этом я, честно, уже давно мечтал, ребята. И давайте сейчас я вам покажу, как это все делается, потому что лучше показать на примере, чтобы все поняли, как же нам копировать различные постройки в Майнкрафт. В первую очередь нам нужно выбрать, что мы хотим скопировать. Допустим, я хочу скопировать вот этот дом, да. Я и хочу его скопировать. Вот хочу скопировать вот этот задний двор, весь дом, всю крышу и досюда. Нам нужно сначала вызначить, насколько большой дом. Где он начинается, а где он кончается. Начинается он тут с этого уголочка, вот тут, ребята. А качается он вот тут, вот тут, на этом уголочке. Как вы видите, ребята. Что нам нужно сделать, чтобы его скопировать? Нам нужно выдать себе structure block, как я уже показывал, с помощью вот такой команды. Потом поставить его вот сюда. И вот тут написать, ребята, поменять это все вот на C. Это corner block, как называется. Это выделяет территорию, которую вы хотите скопировать. Вот, ребята. Пишем тут corner block и пишем сюда название той территории. Допустим, я хочу скопировать вот этот дом. И я тут так и пишу дом. По-английски. D-O-M. Нужно это запомнить. Нажимаем. Готово. Все. Как видите, у нас тут появилось даже название. То есть этот угол block. Будем его так называть, потому что corner это типа угол. И название нашей территории, которая называется дом. Да. Сейчас одну сторону мы уже выделили. Выделение начинается вот с этого уголочка. Вот с этого, ребята. Вот тут начинается выделение. Вот тут. Сейчас мы переходим к другой стороне нашей территории. Вот сюда. И тут выделение заканчивается вот на этом уголочке. Уже не на вот этом и не на вот этом. А именно на вот этом. То есть у нас выделится от этого уголка до этого. И сейчас, ребята, нам тут также нужно написать C. И тут написать дом. Территорию, которую мы уже обозначили в первом нашем уголблоке. И тут нажимаем готово. И как видите, у нас тут угольный блок также пишет дом. И тут у нас, ребята, также пишет дом. То есть наша территория будет уже состоять с такого названия дом. Как вы уже, в принципе, могли понять. Сейчас нам нужно как-то это все активировать. Территорию мы выделили. Она у нас есть. Отсюда до сюда. Сейчас, ребята, мы ставим еще один структурный блок. И сейчас нам нужно написать, ребята, тут save. То есть чтобы сохранить вот эту всю территорию. Да. А мы тут пишем, допустим, ребята, save блок. И мы тут пишем дом. Нам нужно написать то же имя территории, которую мы вот там написали. Оно называется у нас DOM. Вот так, ребята. Сейчас нам нужно нажать вот это сюда. Detect. Мы нажимаем на detect. И этот блок определяет, где находится вот эта территория, которую мы выделили. И как вы видите, как это все круто сделано. То, что даже вот такими линиями это все обозначено. Что мы выделим в будущем. То есть мы начнем выделять отсюда. Это все у нас выделится. Это все у нас сохранится и перенесется. Если вы хотите, чтобы с этой территории у вас перенеслось и другое. Допустим, ребята. Вы можете заспавнить сюда кучу виллиджеров. Да. Кучу носатых. Вот так. Вы можете это все заспавнить. И вы также можете их сохранить. И они потом также перенесутся. Что нам нужно сделать? Вы уже увидите, что у вас в будущем сохранится и перенесется. Нам нужно опять нажать на вот этот save блок. И вот тут нажать include entities. Это означает то, что вы вместе с копированием скопируете носатых. Скопируете все предметы, которые тут находятся. Если мы, допустим, выкинем что-то на землю, мне так кажется. Это тоже все скопируется. Поэтому нам нужно нажать сюда on. Это все готово. И сейчас тут нам, ребята, нужно нажать save. Вот сюда нам нужно нажать save, чтобы это все сохранилось. Все. Эта постройка с этим всем у нас сохранилась. Все, ребята. Сейчас вы просто-напросто можете нахрен взорвать это дом. Можете удалить эту карту. Это не важно. Потому что эта постройка сохранилась не на вот этой карте, не в этом мире. А сохранилась в корнях Майнкрафта. Где-то там в папках, в файлах. Вы можете просто выйти, зайти на другую карту и внести вот эту постройку куда-то в другую карту. И вы просто-напросто можете нахрен вот это все взорвать с динамитом. И просто-напросто пойти и вставить опять такой же блок заново. Не блок, а вот этот дом опять заново. Потому что он полностью у вас сохранился. Он у вас есть уже в папках Майнкрафта. Где-то там в файлах. И он уже будет там, ребята, пока вы его не удалите. Не удалите оттуда. Он у нас, ребята, сейчас есть. Все. Он сохранен. Что нам нужно сейчас делать? Я тут уже сделал небольшую такую территорию, куда мы вставим вот это все, что мы сейчас сделали. Допустим, ребята, я хочу вставить куда-то вот сюда. Мы вставим опять один структурный блок. И сейчас нам нужно тут сделать лот. Уже не сейв сохранить нашу постройку, нашу территорию. А лот, то есть ее загрузить, да. Сейчас мы сюда, ребята, пишем дом. То же название, что мы делали и раньше. Пишем дом, да. И также, ребята, сейчас сюда нажимаем он, чтобы опять загрузились вот те все жители, которых я заспавил. Вот те все блоки, которые я выкинул на землю. Предметы, чтобы все они также сохранились. И также сейчас, ребята, мы сюда нажимаем лот. То есть, чтобы оно загрузилось. Как вы видите, оно действительно загрузилось. В первую очередь, оно нам опять показывает, куда оно будет вставлено. Потому что много всяких хрений случается на сервере. Кто был админом сервера, тот тоже знает то, что с помощью вот этой же команды вант, когда вы делаете приват, вы можете также выделять постройщик, копировать и также их перенести. Но вы не знаете, что вы скопируете. Вы не знаете, как вы это потом внесете, да. Каким оно будет в будущем. А тут у нас показывается то, что как мы это все заспавним. Мы сохранили вот тот дом, и нам тут показывает, как он сейчас вставится. Давайте посмотрим, хорошо ли это все, хорошо ли он заспавится. Как мы видим, нехорошо. Потому что тут у нас один блок промежутка. Он заспавнится в воздухе. А нам не нужно, чтобы он заспавнился в воздухе. Мы идем сюда, и тут, где у нас одиничка, то есть на один блок вверх, мы это убираем, пишем 0. Нажимаем готово. И сейчас он уже не заспавнится в воздухе, сейчас он уже заспавится вот тут в земле. И нам показывает, где он может заспавниться. Это офигеть, ребята, как круто, это все работает, это просто офигеть. Если вы удовлетворены тем, что как заспавнится вот этот дом, то есть он будет выглядеть вот так, он будет повернут туда, вот это все. Значит, ребята, опять нажимаем лот, и он вставляется на место вместе с теми блоками, которые я выкинул, вместе с теми насадами, которых я сохранил. Они все будут вот тут, ребята, в этом доме. Все, что мы скопировали, все тут. Это просто настолько охренительно то, что у меня просто нету слов, ребята. Вот разработчики Майнкрафта сделали то, что действительно игроки нуждались. В чем они нуждались? Потому что это действительно очень будет полезно. И чтобы, ребята, мы закрепили вот этот урок, давайте мы еще раз скопируем вот эту ферму. И также давайте еще раз скопируем, ну, давайте скопируем вот этот дом вместе вот с этой фермой. Давайте, ребята, чтобы мы просто закрепили наш урок. Откуда мы будем начинать, ребята? Откуда мы будем начинать? Мы будем начинать от этого блока. Мы ставим вот его сюда. Копирование будет происходить от этого уголочка. Опять нажимаем сюда корнер, да, и сохраняем, допустим, ферма, да, ферма. Нажимаем, готово. Корнер, угольный блок под названием ферма. Копирование начнется отсюда, вот с этого уголочка. Потом идем сюда, и где нам нужно закончить копирование? Ну, допустим, где-то, давайте, у нас не будет вот этого, вот этих ступенек, да? Допустим, нам нужно закончить копирование вот тут. Вот тут. На вот этом блоке, чтобы оно закончилось, чтобы оно закончилось вот тут. Копирование закончится, ребята, вот тут. Также мы тут пишем угольный блок и также прописываем ферма Все, готово, да, все готово Нажимаем, ребята, готово Все, мы выделили, что нам нужно сохранить Сейчас, ребята, ставим блок сохранения Лот, точнее, сейв сохранения И также сюда, ребята, пишем ферма То, что мы написали раньше Вот так, ребята Но изначально мы также тут можем заспавнить все, что нам угодно Мы можем выкинуть блоки Мы можем, я не знаю, тут кучу еды всякой выкинуть Мы можем выкинуть, ребята, все, что угодно Можем выкинуть алмазики, куда нам просто-напросто захочется И это все у нас, конечно же, скопируется Вот так, ребята Сейчас нам нужно сохранить вот это все, что мы сделали Этот блок мы уже поставили Давайте еще раз поставим И нажимаем вот сюда Главное не ставить его внутрь Сюда нельзя ставить, потому что тут у нас уже происходит копирование Нужно его поставить куда-то в другое место Допустим, куда, хоть куда, вот сюда Поставили или вот сюда, без разницы Сюда, ребята, пишем save, да Нажимаем save, чтобы выделить то, что нам нужно Также, ребята, сейчас сюда пишем ферма Нашу территорию И тут нажимаем on Чтобы также скопировали все предметы Все жители и все, что там валяется на нашей территории Все, все готово Все, мы ничего не забыли Нет, нажимаем, ребята Detect, да Corner matching structures names А ферма Я правильно написал? Ферма А тут у нас как написано? Ферма Ага, у нас тут лот Видите, ребята, я уже немного лоханулся Нам нужно также тут корнер 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 Все, видите, я немного лоханулся Сейчас у нас все нормально Сейчас пишем detect И, как вы видите, у нас все задетектилось И даже нам показывает, что у нас сейчас, ребята, будет выделено И также сохранено Все, мы удовлетворены Все нормально? Да Замечательно Сейчас, ребята, пишем Сохранить Опа Сейчас мы, ребята, можем, знаете, что сделать Мы можем взять TNT Можем взять зажигалочку Это все просто-напросто нафиг взорвать Мне кажется, то, что мы ничего не потеряем с этой постройщикой Мне кажется, то, что она все же сохранится Давайте, ребята, мы посмотрим Давайте Сейчас мы посмотрим, действительно ли это все так круто работает Все, постройщики больше нету Но мы же ее как-то сохранили Да, когда была вот эта ферма Когда был вот этот дом Когда на земле были алмазики Мы же это все сохранили Вроде все должно быть нормально Сейчас, ребята, мы идем туда, куда мы хотим вот это все ставить Нам нужно найти какую-то ровную территорию Но... Найти ровную территорию в Майнкрафте не так-то просто А хоть я вижу то, что тут вроде что-то есть нормальное Мне кажется, то, что оно тут как раз будет нормально смотреться Вот, кстати, еще одна деревня Сейчас, ребята, идем сюда И вставляем блок загрузки Лот Вот так Сейчас сюда пишем, ребята, ферма Так же, как мы ее назвали Нажимаем вот тут он Чтобы включить все предметы, которые мы там выкинули И нажимаем, ребята, сюда лот Да? И, как видите, нам показывается, где наша ферма будет вставлена Где она будет заспавлена И в каком направлении она будет смотреть Сейчас, ребята, так же тут пишем 0 Чтобы опустить ее на один блок ниже Вот так, ребята И так же, если вы не хотите, чтобы ферма смотрела вот туда Вы ее можете менять Менять направление Это просто офигеть Как видите, сейчас наша ферма смотрит вот в ту сторону Если мы нажмем сюда 90 Она уже, ребята, будет смотреть в ту сторону Уже не так заспавнится А уже заспавнится вот туда Нажимаем вот сюда 180 И она уже будет смотреть в ту сторону А если мы нажмем 270 То она будет смотреть в ту сторону То есть вы можете менять направление ее обзора Куда она будет смотреть Вы сейчас решаете, ребята, вы В каком направлении Вот, кстати, крутая тут пещерка, я заметил Я, допустим, хочу, чтобы она вот смотрела вот так Все, все нормально, да Меня устраивает Меня устраивает Значит, ребята, мы тут нажимаем Load Еще раз Опа И у нас, ребята, все сохранилось Все наши алмазики сохранились Которые мы выкинули Все у нас сохранилось Наш домик Наша ферма Все у нас тут заспавнено Давайте, чтобы Чтобы просто-напросто исключить Какие-то возможные споры Мол, что-то я десантам наколамутил Нет, ребята, давайте мы еще раз посмотрим Как вы видите Фермы больше нету Дома больше Дома вот этого больше нету Потому что мы его нафиг взорвали Их нету Но зато мы же сохранили Перед тем, как это все взорвать Значит, мы сохранили полноценный дом И полноценную ферму Значит, мы сохранили все Когда это было в нормальном состоянии И также вставили Вот это все, ребята Вот сюда Замечательно Я очень поражен То, что разработчики сделали И добавили вот эти блоки Которые офигеть Как будут полезны Я также сейчас могу выйти с этого мира Зайти в какую-то другую любую карту И вставить туда вот это Потому что я скопировал это на одной карте Но могу вставить хоть в 35-ю карту Это не важно Это у нас сохранилось, ребята В Майнкрафте Круто Прям в домишек так долбануло Ничего там не подожгло нам Офигеть, как круто это было Ну да ладно, ребята Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео Потому что это офигеть Если вы хотите видеть больше новостей Если вы хотите узнавать Что же будет в новых версиях Майнкрафта Если вы хотите, чтобы я продолжал делать обзоры На новые вещички Которые были добавлены в Майнкрафт Ребята Дайте мне знать Честное слово Я буду специально для вас делать новые серии И я вас просто прошу поставить, ребята Лайк Давайте наберем 3000 лайков на вот этой серии Я верю, что мои подписчики смогут набрать 3000 лайков Ребята, пожалуйста Это очень просто поставить 1 лайк Если мы все дружно соберемся Каждый из нас поставит лайк То мы наберем 3000 лайков за один день Я сразу же, ребята Завтра на следующий день Выпущу новую серию С обзором какого-то нового механизма Или новых вообще вещей В новой версии Майнкрафта 1.10 Да, ребята Также подписывайтесь на мой канал Потому что каждый подписчик для меня как друг Делайте репост этого видео Делитесь со своими друзьями Чтобы все узнали Что нас ожидать в новой версии Майнкрафта И также, ребята Пишите свои комментарии На самые интересные я буду отвечать Также пишите свое мнение Что вы думаете о новой версии Майнкрафта Нравится она вам или нет Что бы вы хотели Чтобы еще было добавлено А что вам, ребята, не нравится И что бы вы хотели Чтобы было убрано Наоборот, из Майнкрафта, ребята Да Приходите на мой канал каждый день Потому что видео выходят каждый день Я всегда, ребята Буду вас ждать Честное слово И также скажу вам большое спасибо Еще раз за просмотр Ребята Всем удачи И всем пока Пока